МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Православные Десногорцы отметили Успение Богородицы. И мы радуемся, что она наконец соединилась со своим сыном, с Господом нашим Иисусом Христом. С 2006 года управляющей организацией в Десногорске является МУП – комбинат коммунальных предприятий, а в этом году в компании новый руководитель. Андрей Чуравцов сменил на посту генерального директора Вячеслава Сидункова. О рабочих приоритетах нынешнего руководства – далее в сюжете. Кипа документов и ежедневная корреспонденция встречает каждое утро Андрея Чуравцова на пути в рабочий кабинет. С марта 2020 года он стал генеральным директором МУП ККП. И с первых дней столкнулся с новыми задачами как для себя, так и для всего персонала. Пережидать пандемию было решено основательной текущей уборкой в городе и оптимизацией внутренних процессов компании, которые напрямую влияют на качество сервиса. Первым с новым программным обеспечением познакомился отдел бухгалтерии. Перешли с эксельного варианта, перешли на автоматизацию больше. Соответственно, это не нужно уже сидеть на калькуляторе высчитывать, а программа автоматически это всё высчитывает. Это позволит минимизировать или полностью исключить ошибки в квитанциях жителей за коммунальные услуги. А оперативнее реагировать на звонки десногорцев МУП ККП собирается с помощью новой IP-телефонии. Она будет подключена ко всем службам организации. Рассчитываю, что всё-таки в середине сентября мы её уже полностью запустим, потому что тут немножко процесс перехода, он как бы не быстрый. То есть мы сейчас его внедряем в один из отделов наших. Пополнилась и материальная база – ветка дробилкой и роторной косилкой. Последняя установлена на тракторе и уже хорошо знакома жителям. В планах – покупка второй такой же косилки. Она работает на преддомовых территориях, там, где требуется большой объём покосов. Соответственно, она проходит, большие площади прокрашивают. Дальше у нас идут уже люди с тримерами. Всё это напрямую влияет на выполнение главной задачи МУП ККП – поддержание города и его инженерной инфраструктуры в порядке и исправности. Как это реализуется на практике, Андрей Чуравцов проверяет лично в конце каждой рабочей недели. Каждую пятницу мы делаем объезды, соответственно, проверяем состояние преддомовой территории, проверяем работу наших ЖЭО непосредственно в составе комиссии. Влиять на проводимые работы могут и сами жители. Пример – дом 11А первого микрорайона. Здание досталось новому руководителю в процессе затяжного ремонта подъездов. Завершить то, чего жители ждали не один год, удалось за месяц. В данный момент мы находимся в подъезде номер 4, дома 11А. А здесь был проведён ремонт, были покрашены стены, вот такой красивый цвет, побелено всё. До этого здесь, конечно, было плачевное состояние. Благодаря неравнодушию жителей третьего микрорайона, скоро решится и судьба площадки у дома номер 13. За асфальтированный ныне пустующий участок можно адаптировать под спортивный объект. Будем рассматривать на следующий год, каким образом её можно будет облагородить. То есть добиться результата, чтобы она не оставалась так неприглядной, а просто площадка. В целом Андрей Чуровцов считает, что добиться прогресса в качестве услуг МУП ККП можно только при взаимодействии с десногорцами. Всё для этого есть у нас. И желание, и люди есть, и техника, и всё для того, чтобы выполнять эти задачи. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна ТВ 28 августа весь православный мир отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. С особым торжеством этот день проходит в храме Всескорбящих Радостей в Десногорске. Приобщиться к крестному ходу и пройтись вслед за иконой Успения Божьей Матери традиционно приходят десятки горожан. 28 августа православная церковь отмечает кончину Пресвятой Богородицы. Празднуется это событие потому, что для верующих людей физическая смерть – это лишь окончание жизни земной. Далее следует иной мир, в который и перешла Богородица. Это событие отмечают праздничной литургией. В небесное царство прилагаешься чистые царские. Литургия продолжается крестным ходом. Шествие с плащаницы Богородицы проходит вокруг храма по ковру из живых цветов. Цветочная дорожка символизирует путь к небесному царствованию, и она вселяет радостное, праздничное настроение. При этом рисунок ковра уникальный год от года. Плащаница Богородицы останавливается на входе в храм, чтобы прихожане смогли пройти под ней. В этот день Богородицу молят о здоровье детей, просят для них хорошей судьбы, отведения от них мерзких соблазнов. Считается, что в этот день Богородица по-особому слышит молитвы о детях. Несмотря на то, что она покинула этот мир, она обязательно молится за нас, и мы радуемся, что она, наконец, соединилась со своим сыном, с Господом нашим, Иисусом Христом. Всех поздравляю, дорогие друзья, с праздником. Храни вас Господь. Олег Соловьев, Александр Яфеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В конце выпуска о погоде. 1 сентября в Десногорске Малооблачно возможен кратковременный дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 15. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова